Конкурс на лучшее оформление стартует уже через неделю. До 10 декабря предприниматели должны украсить свои предприятия торговли и общепиток к Новому году, оформить фасад гирляндами и разместить в помещении новогоднюю атрибутику. Я прошу просто всех консолидироваться для того, чтобы город был украшен. Торговля на театралке, украсить все, чтобы было, Наталья, прошу вас, уделите внимание. Будет объявлен конкурс на лучшее новогоднее оформление, победители ждут награды. Особое внимание – безопасности. Бенгальские огни, фейерверки и петарды могут омрачить любой праздник, если не соблюдать правила. Чаще подводят именно некачественная пиротехника. В Анапе круглый год фейерверки продают более 10 магазинов. Их инспектируют рейдовые группы, проверяют документы, а также сами помещения. Пиротехнические изделия – это у нас самый, наверное, специфический товар. В первую очередь, это должны быть объекты, только соответствующие всем требованиям действующего законодательства, специализированные магазины. Только там можно продавать пиротехнические изделия. Ни в коем случае рекомендую настоятельно не покупать с прилавков, которые будут стоять с улицы, продаваться с машин. Это строго запрещено. Потому что эта пиротехническая продукция однозначно куплена незаконно, однозначно на нее нет никаких документов подтверждающих. Документ, необходимый на реализацию – это, естественно, сертификация ответствия, накладная на этот товар. На объектах, которые будут осуществлять несанкционированную торговлю, это все, естественно, отсутствует. Совсем скоро на общине смогут купить и главный символ Нового года. Менее чем через две недели в городе начнут работать елочные базары. Зеленую красавицу можно будет выбрать на ярмарках и торговых точках. Сейчас ведется прием заявок от предпринимателей. В управление торговли обращается, в первую очередь, естественно, свидетельство предпринимательской деятельности, пакет документов на реализуемую продукцию. То есть, если это елки наши, значит, где это была вырублена документация подтверждающая. Если это импортное производство, значит, соответственно, сертификация ответствия, растаможка и все остальное. Праздничные ярмарки будут организованы и на Театральной площади. В прошлом году они пользовались большой популярностью анапчан. С 29 декабря столовые и рестораны угостят прохожих вкусными новогодними блюдами. А коллекционеры смогут порадовать себя покупкой эксклюзивных подделок в домиках ремесленников. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.